Арк МТВ представляет А теперь я перехожу к последней части этой дискуссии. Это разговор для взрослых, но он очень важен, я считаю. Во-первых, все, что Аллах не спосылает нам, Он не спосылает с определенной целью. И многие вещи, которыми я хотел с вами поделиться, я считаю, они преданы забвению в отношении сущности Рамадана. Это одна из тем, которые, я считаю, не уделяют много внимания во время разговоров о Рамадане. Это тема для взрослых, отношения между мужем и женой во время Рамадана. И как Аллах об этом сказал? Думаю, все знают правила. Муж и жена не должны иметь интимные отношения во время поста. Они могут иметь интимные отношения после окончания поста, перед утренней молитвой. Фаджр. Но здесь вопрос не «что», а «как». Как Аллах об этом сказал? Это абсолютно невероятно. И я хотел поделиться этим с вами. «Ар-Рафаф» Я пока не буду переводить это слово. Итак, в аяте сказано, что «ар-Рафаф» был разрешен всем вам в ночь поста. «Ляйлята» – это ночь. И данная фраза означает «относитесь к каждой ночи, будто это последняя ночь в вашей жизни». В ином случае было бы использовано слово «ляйали» – ночи во множественном числе, ночи поста. Но здесь сказано «ляйлятассиям» – «каждая ночь поста». Это во-первых. В арабском языке, и в частности в Коране, используется несколько выражений для описания близости между мужем и женой. Романтические отношения и интимные отношения между мужем и женой. Аллах использует много выражений. Он избегает откровенных слов. В Коране нет откровенных слов. Но в Коране точно есть образность и романтические выражения. Используются многие слова. «Не приближайтесь к ним». Также упоминается близость, прикосновение друг к другу. Об этом тоже говорится. Я позже объясню, что это значит, если того пожелает Аллах. Но слово, которое используется здесь, это «ррафас». Это сам акт. И все перед ним, что может произойти между мужчиной и женщиной. Целый спектр романтических отношений между мужчиной и женщиной выражается словом «ррафас». Аллах говорит, в ночь поста разрешены эти романтические отношения. И затем Он говорит слово «илля», которое никогда не употребляется со словом «ррафас». Обычно после «ррафаса» используют предлог «маа», а не «илля». Предлог «илля» означает, что ты должен вернуться к ней. Закончил молитву. И затем нужно позаботиться об интимных и романтических отношениях со своей женой в ночи поста. Мы сделали это традицией, быть в мечети в ночь Рамадана, до двух часов ночи. И что происходит во многих мусульманских странах? Это время Рамадана, поэтому мы не можем ничего делать. Мы заряжем вспячку с утренней молитвы и до вечерней. Проснемся на три минуты, чтобы выполнить дневную и послеобеденную молитвы. Затем съедим много жареной еды. Затем мы помолимся таравих, кое-как справимся с этим. А затем мы будем проводить время в ночных ресторанах целую ночь. А затем начнем все сначала. Рамадан – это время возобновить романтические, любящие отношения между мужем и женой. Потому что если бы речь шла только о дозволенности, то Аллах не употребил бы слова «рафас» и «илля». Он бы не употребил этих слов. Это было откровением для вас. И когда Аллах не спосылает откровения, Он говорит, «Те женщины являются одеяниями для вас». Слово «либас» употребляется для описания одежды и также употребляется для описания чего-то смешанного. Это образно означает, что женщины – это ваш защитный покров. Одеяния. Они скрывают ваши недостатки. Они защищают вас. Например, мужья и жены не должны никому рассказывать секреты друг друга. Одеяния – это секреты, стыд и так далее. Но в контексте этих аятов мы обычно берем эти слова без контекста и рассуждаем об этом в общем. В контексте этих аятов описывается очень романтический образ. Вы окутаны друг другом, как одежда. Я хотел упомянуть об этом, потому что это слово Аллаха. Аллах хочет этих прекрасных отношений между мужчиной и женщиной во время самого священного времени нашего существования – Рамадана. Почему Аллах говорит, что мужчина и женщина должны быть самыми романтичными в то время, когда они должны быть наиболее религиозными, и думая совсем о другом? Между этими двумя вещами существует глубокая связь. Существует глубокая связь между нежными отношениями, между мужем и женой и их отношениями с Аллахом. Наши религиозные усилия во время Рамадана будут неполными. Это касается людей, состоящих в браке. Они будут неполными, если этот пункт не будет выполнен. Мужчины должны стараться умощаться благовониями, быть романтичными, красиво одеваться, не есть еду с неприятным запахом, или же освежать свое дыхание, чистить зубы, должны водить жен на прогулки, не просто бросить все на самотек, быть в хорошей физической форме. Нужно что-то делать. Женщины, это не время вспоминать о старых ссорах. Это не время ссориться о былом. Это не тот месяц, когда можно сказать, «Слушай, хочешь прогуляться?» Нет. Это не тот месяц. Это не тот месяц, когда он извиняется, а вы отвечаете, «Я не хочу это слышать». Это не тот месяц. Это время быть романтичными. Это медовый месяц, назначенный Всевышним. Я говорю вам, почему же это так? Знаете почему? Потому что вам нужно понять духовную сторону этого вопроса. Красноречивее всего это описано в суре Ат-Тахрим. У пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, была самая тяжелая ответственность, когда-либо возложенная на человека, Коран. И он должен был доносить его на протяжении 23 лет. И даже самая малая тревога у него дома, самый малый недостаток в отношениях с домашними, повлияет на ответственность, которая на него возложена. И в суре Ат-Тахрим говорится, Это в конце суры. «Сражайся с неверующими и лицемерами, и будь суров с ними». Это в конце суры. А начинается она со слов «О пророк, почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? То, что происходит дома, это первое. Если бы эта огромная ответственность послания была возложена на наши плечи, Аллах признает тот факт, что если между супругами нет гармонии, то это слово, Коран, не будет распространяться. Благо, не будет распространяться. Слово может распространяться, если эти люди в мире сами с собой. И не может быть мира в браке, если нет любви и романтики. Это должно быть. Это то, что приказано Всевышним Аллахом. Особенно в наши времена испытаний и искушений. Особенно в эти времена, когда мужчин и женщин призывают к разного рода развлечениям, непотребным образом повсюду. Они должны защищать друг друга. Аллах уже знал, что вы обманываете себя. Здесь есть два смысла. В оригинальном контексте говорится о сподвижнике, который был влюблен в свою жену и думал, что те самые законы иудеев относятся к ним. Иудеям не разрешалось иметь интимные отношения со своими женами, даже ночью во время поста. Но что-то вышло из-под контроля, и у них случились отношения. Они скрыли это. Они не знали. Сделали ли они что-то неправильное? Запрещено ли это? Аллах тогда еще ничего об этом не сказал. Поэтому они не были уверены. Они обманывали себя. То есть, они не знали, правильно ли это или нет. Но они все равно сделали это. Это одно значение. Есть еще одно значение. Аллах открыл для вас двери. Когда ваш уровень веры возрастет, я хочу оставить все в этом мире позади. Что это все? Свои мирские желания. А Всевышний Аллах хочет, чтобы вы установили баланс в этих вещах. И Он говорит, что вы обманываете себя, если вы не делаете этого. Вы шутите над собой. Вы думаете, что поступите так и никак иначе? Вы люди. Он принял ваше раскаяние и простил вас. Он простил всех вас. И теперь... Дословно, в арабском языке это означает «будьте под одним покрывалом с ними». Это одно из первых значений слова «баширухунна». Слово «башара» образовано от слова «башар», что означает «кожа», «наслаждаться кожей». Слово «башара» происходит от слова «башара», что означает «хорошие новости». Наслаждаться улыбками друг друга. Это буквальное значение слова «башара». И это не обязательно должно быть связано только с половым актом. Это имеет отношение ко всему, что предшествует этому. Поэтому есть хадис о том, что даже во время поста пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, целовал и не отдалялся от своих жен. Итак, Аллах говорит, вы можете быть романтичными с ними, можете дарить им предварительные ласки, обнимать их, все эти вещи. И выполняйте то, что предписал вам Аллах. Аллах позволил вам это. Сделайте это частью ваших отношений. Не избегайте этого. И это то, о чем стоит упомянуть. Потому что я считаю, чем больше я работаю с разными общинами, и я сам не из строго традиционной семьи. Но из-за характера моей работы, обучения Корану, я бывал в очень традиционных, консервативных общинах. И я заметил, что таких тем избегают. Даже романтические отношения между мужем и женой считаются непочтительными. Нет, нет, после 30 лет вы должны только подавать друг другу чай. С какой вы планеты? Это не наша религия. Это порождает проблемы, когда этого нет. Аллах говорит. Еда и питье. Он поставил питье на второе место. Еда и питье – необходимая потребность организма. Но о романтических желаниях он сказал прежде всего. Кстати, если бы Аллах просто пожелал сказать, что это дозволено ночью, аят выглядел бы вот так. И все. О, Всевышний! Он не отпускает эту тему. Всевышний Аллах не оставляет эту тему. Вы видите? А теперь вы можете есть и пить. Пока черная нить не станет четко отличаться от белой нити. Это значит, пока не станет виден горизонт. Затем завершайте свой пост до ночи. И не имейте ничего с ними, пока вы находитесь в Атикафе, в мечети. Имеется в виду, пока вы находитесь в Атикафе, в мечети. На это время все должно быть ограничено. То есть, если она придет к вам в мечеть, чтобы увидеть вас, вы не можете сказать, можно я хотя бы обниму тебя? Нет, нет. Ты должен полностью держать себя в руках. Аллах говорит. Это ограничения, предписанные Аллахом. Не подходите даже близко к ним. То есть, соблюдайте Атикаф в мечети. Блюдите его святость. Не нарушайте его. Это одно значение. Другое значение, что брачная связь – это хад Аллаха. Не пытайтесь его разрушить. Если бы это относилось только к одному хадду, что означало бы только нарушение И'тикафа. Но здесь слово «хадд» использовано во множественном числе. Все, что я только что упомянул, это границы, установленные Аллахом. И даже не подходите близко к этим границам. Вот как Аллах проясняет Свои чудесные знамения людям, чтобы они были богобоязнены. Это последняя часть нашего обсуждения перед тем, как я скажу заключительное слово. Почему Аллах заканчивает этот аят словами, чтобы Аллах мог разъяснить Свои знамения людям? Весь разговор был «Вы те, кто постится». Поэтому я ожидал, что аят закончится словами «Казалика юбейину Аллаху лакуму лакуму лакум таттакун». Чтобы у вас была богобоязненность. Но Аллах говорит, что романтические, любовные отношения между мужем и женой – это то, что требуется всему человечеству. И если этого у них нет, они не смогут защитить себя от разного рода хаоса. Институт брака – это нечто священное в исламе. И не только в исламе, даже за пределами ислама. И Аллах затронул эту тему. Общество будет страдать, любящий романтический институт брака будет страдать. И когда этого нет, человечество заплатит за это. Приславен Аллах. Как это прекрасно. Это месяц многих прекрасных вещей. Знаете, если вы посмотрите на христианские традиции, то их духовность достигла такого уровня, что они сказали «Мы даже не будем вступать в брак». Потому что они хотели отвергнуть сексуальные желания и сказать «Если вы хотите быть духовными, то нужно отвергнуть сексуальные желания». Что делает Аллах в этой книге? Самый духовный месяц становится самым чувственным месяцем. Это самый духовный месяц в году. Самый священный месяц. И затем он говорит об этом. Хотя он мог поговорить об этом в любом другом месте. И в чем заключается эта красота? В это время шайтаны закованы. И если брак может быть изменен в лучшую сторону, он будет изменен в этом месяце. И если женщина будет упрямо, говоря «Он должен любить меня такой, какая я есть». Удача ей в этом. Мужчина может сказать «Такой вариант не для меня». И тогда вы можете винить во всем только себя. И в заключении хочу поделиться с вами контекстом этих аятов. Я уже говорил об общем контексте суры Аль-Бакара в начале. И в заключении я хочу поговорить с вами о том, что целью поста была т-тақва, богобоязненность. Целью Рамадана было восстановить связь с Кораном и начать ценить его больше, чтобы произошло целостное объединение между Рамаданом и Кораном. тот факт, что вы богобоязнены, что вы восстановили связь с Кораном, где все это прежде всего себя проявляет. За пределами Рамадана. В чем же это прежде всего проявляется? Перед этим аятом был аят о справедливом распределении имущества. А после этих аятов приходит не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не используйте их для привлечения людей, для подкупа судей. Не давайте взятки, чтобы намеренно присвоить часть собственности людей грешным путем. Это вы уже знаете. Не будьте бесчестными в своих финансовых сделках. Богобоязненность проявится в том, как вы зарабатываете свои деньги. Это первое, в чем проявится богобоязненность. Вы можете выстаивать все дополнительные молитвы во время Рамадана в мечети. Вы можете прочитывать Коран по 10 раз, а затем вы все равно вернетесь к своему недозволенному бизнесу, к обману, надувательству, лжи при выполнении контрактов, выплате налогов, указании за ниженности доходов и недоплате своим работникам. Вы можете ко всему этому вернуться. В таком случае вам неизвестно, что такое богобоязненность. Это все было ненастоящим. Богобоязненность проявляется в том, как мы с вами зарабатываем деньги. Мы так переживаем, чтобы мясо было халяль. Но мы не переживаем о деньгах, на которые мы купили халяльное мясо. Деньги, на которые вы покупаете продукты, должны быть заработаны дозволенным путем. Исправьте свои финансовые дела. Это будет первым делом, когда вы заметите изменения. Всевышний Аллах упоминает об этом, потому что, если вы можете отказаться от самых базовых потребностей – еды и питья во время Рамадана, то для чего мы зарабатываем наши деньги? Для лучшей жизни, для лучшей еды и лучшего питья. Но теперь вы не будете пытаться так отчаянно заработать самое лучшее любыми способами. Теперь вы будете соблюдать законы Всевышнего Аллаха. Вы будете богобоязнены, и Аллах пошлет вам средства, откуда пожелает. Я хотел поделиться этими знаниями с вами и воодушевить вас, если того пожелает Аллах. Я безумно рад изучать суру Аль-Бакара. Я не знаю, смогу ли я ее полностью закончить, но я приложу к этому все усилия, но не буду спешить. Мы обсудим столько, сколько сможем, каждую ночь. У меня сильные чувства к этой суре. Мне кажется, если вы полностью изучили суру Аль-Бакара, то вы словно прошли краткое изложение всей религии. Вся религия изложена таким прекрасным образом в суре Аль-Бакара. Поэтому я выбрал именно эту суру. Я мог бы выбрать какую-то другую сур, более знакомую часть Корана, например, последний джуз для этого Рамадана. В последнем джузе много неизвестных слов для понимания. А сур Аль-Бакара самим Аллахом расположена таким образом. Закончил читать Аль-Фатиху, начинаешь вторую суру. Поэтому я надеюсь, что вы разделите со мной эти усилия. Возможно, некоторые из вас уже являются частью этого, некоторые из вас еще не знают. Я буду транслировать свои лекции каждую ночь, если этого пожелает Аллах. Вот как будет выглядеть мой день. Я буду учиться весь день. Более того, буду сидеть и думать целый день над этими несколькими аятами, а затем буду запоминать Коран, затем вечером будет вечерняя молитва, час обсуждения сур Аль-Бакара, таравих, если того пожелает Аллах. И обсуждение сур Аль-Бакара будет транслироваться. Надеюсь, что все присоединятся к curan.bainah.com slash Ramadan 2016. Пожалуйста, распространите эту информацию, чтобы мы получили максимум пользы. Я надеюсь на то, что тысячи, миллионы людей узнают и полюбят что-то новое о Коране после Рамадана в этом году. Пусть Всевышний Аллах примет эти намерения и даст свое благословение. Пусть Он направляет меня и вас правильным путем, позволит нам исправить наши ошибки, пусть оберегает нас от совершения ошибок, чтобы мы говорили то, что полезно людям, что приближает их к Аллаху и заставляет их любить их религию больше. Спасибо всем. Мир вам. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.